Файк! Стокин на место поднял! Центр национальных культур из Токи на два дня превратился в арену для боев. И здесь прошел второй кубок главы города по кикбоксингу. На открытие соревнований прибыли организаторы, тренеры и представители администрации. Вы выбрали спорт. Спорт выбрали в нашем городе порядка 80% детей школьного возраста. Для того, чтобы вы занимались спортом, в городе делается все. В этом году у нас уже в городе 26 спортивных школ, в том числе и для занятий кикбоксингом. Кикбоксинг – молодое по сочинским меркам единоборство, но спортсмены уже радуют тренеров зрелыми результатами. За пять лет у нас ребята уже выиграли первенство края, первенство южно-федерального округа. Ребята попали в сборную России, то есть выиграли первенство России. В 2016 году один из наших спортсменов из Сочи поехал в Италию на первенство мира и одержал победу. В этом году двое спортсменов из города Сочи попали в сборную России и отправились в Венгрию на первенство Европы. Один из которых выступил удачно, выиграл, занял первое место. На Кубок города собрались около 130 спортсменов в трех возрастных категориях. Открывают турнир самые юные. В их действиях пока мало техники, зато много желания. На трибуне их поддерживают самые преданные болельщики. Великолепный праздник. Дети выступают, родители очень довольны. Спасибо организаторам. Прекрасное настроение. Эмоции хорошие, положительные. Организаторы молодцы. Хорошие поэрганизовали. Хорошо, что маленьких в первую очередь запускают. По итогам все призеры турнира награждены грамотами и медалями. Чемпионы получили заслуженные кубки. Победители также отобраны в сборную Сочи. Они будут отстаивать честь города на краевых соревнованиях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.